Доброе утро, дорогие друзья! Программа наша продолжается. Очень скоро настанет то замечательное время, когда все школьники забросят книжки подальше и окунутся в каникулы по-настоящему. Отдых на пляже, футбол во дворе. Хотя сейчас молодежь развлекается, возможно, совсем иначе. Совсем недавно закончился в Минске турнир по робототехнике. И у нас гости есть в студии, с которыми хотим вас познакомить. Итак, встречайте. Победители турнира Саид Ярослав. Доброе утро. Доброе утро. Самуила Алексин. Доброе утро. Доброе утро. И тренеры пришли к нам в гости, чтобы и ребят своих поддержать, и нам на многое глаза открыть. У нас в гостях Александр Францкевич. Здравствуйте. И Сергей Прохорович. Доброе утро. Доброе утро всем. Я рада напомнить, что партнер нашей встречи традиционно кондитерская фабрика «Коммунарка», которая на протяжении уже 110 лет выпускает только настоящую шоколадную продукцию. Ну и первый вопрос. В столичном дворце детей и молодежи в минувшие выходные прошел серьезный турнир, форум робототехники. И судя по фотографиям, современные дети очень серьезно подходят к этому вопросу и всерьез интересуются этим то ли спортом, то ли хобби. Вот что для них сейчас это? Хобби, спорт или может быть уже целая жизнь? Профессия. Профессия будущая. Для детей это любимое занятие. Это своеобразное отвлечение от программирования. В отличие от обычного программирования, дети видят результат программирования в виде каких-то текстов, циферок, буквок. А когда они программируют робота, они результат видят перед собой. И я думаю, что сегодня мы еще увидим, как это происходит. То есть это мотивирует, да? Да. И это, возможно, будущие серьезные программисты? Да. Участвуют в форуме? Можем немножко про форум рассказать? Участники были со всей Беларуси. В этом году приняло участие около 200 человек. В двух категориях участвовало... В одной категории сумо участвовало более 70 команд. В категории траектории участвовало более 50 команд. А какими навыками в целом ребята должны обладать, чтобы вообще осваивать эту серьезную науку и участвовать в форуме? В первую очередь математика. Вторая – информатика. И обычная логика. Расскажите мне, вот вы победили в разных номинациях. Как самая называлась твоя? Ну, я участвовал в номинации «Траектория». Так. Задача моей номинации была проехать по линии, ну, чтобы робот не вышел за нее. И проехать все точно. И постараться как можно меньшее время. То есть он может ехать по тому направлению, которое ты задаешь, да? А он еще может какие-то другие, может быть, фигуры показать? Или все-таки ограниченное пространство, да? Ну, робота очень много. Он может различать цвета, определять расстояние до объекта. То есть очень много разных... То есть если мы сейчас выставим кружки, как вот такие флажки, да, чтобы их объезжать, то робот сможет их объехать? Ну, он сможет, да. Так, наверное, нужно какое-то время на подготовку. Да, нужно программу. Поэтому мы не будем... Это не просто в машинке играться. Это очень серьезная работа, на самом деле. Саид, вот у тебя такой небольшой робот относительно, миниатюрный. Однако он как раз-таки победил. И как номинация твоя называлась? Моя номинация называется «Робо с умо». То есть надо выталкивать, как в борьбе с умо, да? Один робот выталкивает других. Да, круг, и ставятся два противника. Кидает кубик, и там есть единицы, двойка и тройка. Единица, значит, смотрит назад, это ультразвуковой датчик, а двойка смотрит по часовой стрелке, а тройка против часовой. И если кинули, то тогда они смотрят в определенную сторону. Запускается программа. В самом начале в правилах надо, чтобы он стоял три секунды и ничего не делал. Потом запускается программа. А самое главное, не выйти самому за круг и выбить противника. Вот мы все правила выучили досконально. А как ты думаешь, в чем секрет твоей победы? Вот такой маленький, миниатюрный, ну не такой, как борцы с умо, как мы видим в спорте, и все-таки смог победить? Его робота, может, просто плохо эти ультразвуковые датчики видели, потому что слишком мелкий. Вот где! Не боишься поделиться секретом? К следующим соревнованиям будешь готовиться? Да. Саид, ну очень стало всем интересно, как твой робот работает. Может, мы, ну не знаю, пожертвуем шоколадкой и попробуем, вот как твой робот работает. Так хочется посмотреть. Наш сумоист. Вот так вот. И все, и все. Ой, а планшет не надо. Но-но-но! Не балуй! Робот победил! Сейчас и тебя вытолкнет из студии, аккуратно! Ну и что? Все-таки он в эту сторону. Все, вот так вот. А ты, Саид, сколько лет занимаешься уже робототехникой? Год. Год? А вообще с какого возраста можно приходить в кружок, как называть это, в студию? Робототехникой можно заниматься с трех лет, когда уже дети не проглатывают детальки лего. Да, что-то в этом есть. Ну, действительно, заниматься именно робототехникой в том понимании, как она происходит в детской робототехнике, это программирование, в первую очередь, конструкции. Второе, это создание этой конструкции. С 10 лет это наиболее предпочтительный возраст. Это не поздно, но и не рано. Идеальный возраст. Робототехника детская, она отличается от того, что преподается в университетах. У нас есть даже факультет робототехники. Тем, что у детей основное направление – это программирование. А уже взрослые занимаются физикой, в том числе паяют, лампочки и так далее. То есть это уже слишком высокий уровень. Но для детей это хороший старт в понимании, что такое сенсоры, как они функционируют. Что сенсоры должны реагировать на окружающую среду. Ультразвуковой датчик, у Саида ультразвуковой датчик, он реагирует, он может обнаружить вот эту вот кружку. Но для него, для робота, все равно будет кружка здесь или шоколадка, он будет видеть перед собой объект. У Самуила датчики цвета, за счет которых он и определял, есть линия перед ним или нет. Ну а сложность уже в самом программировании. Вы сказали буквально недавно, что дети все хорошо знают математику, информатику, логикой прекрасной обладает. То есть уже вот с такими знаниями приходят в эти секции кружки. Либо наоборот, можно, вот вы как тренер можете порекомендовать родителям, что наоборот, если у ребенка есть какие-то проблемы, то привести в этот кружок как раз-таки вот пойдет процесс обучения легче и в математике, и в информатике. Ну, все-таки ребенок идет на кружок в первую очередь по своим интересам. Если им это интересно. Мне кажется, все мальчики любят машинки, роботов. Ну, просто есть всевозможные направления. Это авиамоделизм, судомоделизм, автомоделизм. И робототехника – это просто один из видов технического творчества. Соответственно, ребенок, который пришел, он уже примерно знает, чем он будет заниматься и какие знания ему нужны. В свою очередь, если ребенок пришел неподготовленный или подготовленный слабо, ему все равно это все научат. Но ему придется через тернии, знаниям, к знаниям прибираться гораздо дольше. В конечном счете они все достигают своей планки и растут дальше, пробивают потолок все выше и выше. Но это может послужить стимулом для более успешной учебы? Во-первых, это стимул, потому что в том числе здесь изучаются те предметы, которые проходят в школе. И пытаясь изучить их гораздо в раньше возрасте, они под конец лучше вникают. И когда им уже в школе это начинают объяснять, они лучше ухватывают. Потом кружки все-таки идут как вариант воспитания. Это воспитание любви к учебе, это воспитание к любви к получению знаний, это воспитание способов поиска знаний. Что если я же чего-то не знаю, я не просто забьюсь в угол и буду дальше не знать, а буду рвать на себе рубаху и искать, где эти знания достать. Да, вот-вот, дисциплина, ответственность и еще и рвение к победе. Ну это здорово, но вообще рвать рубаху на груди, это, наверное, утомительное занятие, надо подкрепиться. В данном случае есть хороший вариант, план Б, так сказать. Да, план Б от кондитерской фабрики Комунарка. Вот такими сладкими сюрпризами мы с вами делимся. Творите и вытворяйте дальше. Может быть, это действительно вырастет в нечто такое серьезное, большое, и какие-то роботы вы будете конструировать на благо нашей страны. Друзья, мы еще раз представим наших гостей. Сегодня мы пообщались на тему развития робототехники в нашей стране и о том, как себя проявить уже в детском возрасте. И помогали нам в этом наши сегодняшние гости Саид Ярослав, Самуил Олексин, Александр Францкевич и Сергей Прохорович. Спасибо вам большое, хорошего дня и всяческих успехов. Друзья, буквально через несколько минут мы вновь с вами встретимся в студии «Хорошего настроения» и продолжим. Не переключайтесь.